Федерации, братья, сёстры, коллеги, ну просто народ Российской Федерации. Даже не можете представить, что творится здесь, как мы когда-то говорили, кровной украинской земле. Братья-славяне это всё чушь, это всё полнейшая чушь. Здесь братья только те, которые её защищают, а остальные это все гости, которые сюда прибыли. Чурки, не русские, даже те самые российские военные, которые здесь не весь что творят, не понимают, что делают и зачем они это делают. Всё это политика, всё это деньги. Если есть республика, она не должна быть никаких не луганских народных, никаких донецких народных. Это всё неправильно, это всё не так, как говорят в нашем СМИ. Я в нашем СМИ очень много говорят неправды, очень много врут. На самом деле, побывав здесь, просто я понял это за день. Я на самом деле познакомился с теми людьми, которые здесь есть, которые относятся к нам, как к братьям-славянам, но им обидно за то, что эти братья-славяне пришли к ним с оружием, чего они никак от нас не ожидали. Памятники, которые есть, которые говорят в СМИ, то, что рушатся, то, что ветераны плачут, они все стоят на самом деле. Всё это есть. И не знаю, для кого это делается. Но это делается для того, чтобы затуманить людям глаза, для того, чтобы дать им понять то, что всё делается, как оно делается. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем? Это не наша война. Это не наша война. И здесь бы не было нас, ничего бы не было бы. Они бы сами разобрались в своём государстве со своим личными проблемами. Действительно, почему? Что нам не хватает? У нас есть всё. Но у нас, возможно, нет каких-то там денег, в которую маленькая Украина, братская Украина, где живут народ славянин, тут борьба за русскоязычный народ. Да тут все говорят по-русски, говорят свободно. В любом городе, в любой деревне. Пришёл я, человек русскоговорящий, меня спрашивают. Привет. Сельменин, да? Мне говорят привет на русском языке. Никак не по-другому. Потому что понимаю то, что я русский человек. И разговаривать со мной на русском языке. Не употребляй никакие там украинские, ещё что-то. Ну, возможно, что-то есть, но всё равно большинство здесь, как говорят, борьба за русскоязычный народ, так он тут 99%, наверное. И борьба за всю Украину получается. Такая Украина-то хочет, у них-то никто это не спросил. Много очень понял, очень много. Не знаю, что будет дальше там. Не знаю, доеду я. Ну, смысл мне... Я не хочу ехать домой. Не хочу. Единственное, только из-за матери. Я так не хочу, потому что то, что мне навязали там, жил бы я здесь, я бы никогда в жизни не сделал. Не посылайте народ сюда, пожалуйста. Не посылайте, не надо. А всё хорошо будет тогда, когда будут общее понимание. А не как у нас. У нас всё, что сказал Верховный. Всё так оно и есть. А никто об этом не задумывается. И всё. Представьтесь. Генерал Алексей. Сержант Российской Федерации. Подразделение. Инженерный саперный народ. Инженерный саперного взвода. 331-го прошут санта полка. 98-й, воздуш санта дивизии, Российская Федерация. Спасибо. Спасибо. Спасибо.